Девчонки, всем большой привет! Рада вас приветствовать на своем канале. В прошлом видео я вам обещала, что сниму видео про свои укладочные средства. Сегодня я вам расскажу про все средства, которые я использую для укладки, для того, чтобы сохранить волосы во время укладки, и для того, чтобы придать объем, придать блеск. Внизу в комментариях обязательно делитесь своими фаворитами средств для укладки. Обязательно мне посоветуйте какой-нибудь текстурирующий спрей, потому что я ничего хорошего и вкусно пахнущего найти не могу. Если у вас есть свой любимчик, обязательно мне, пожалуйста, напишите. Я сейчас начну со своего самого любимого. Из той штуки, которая, наверное, максимально спасла мои волосы. Раньше я не была сторонником вообще никаких укладок, и только вот с этой штукой я стала любить делать укладки. Я перестала бояться за то, что волосы будут очень плохо выглядеть, что я их буду сжигать плойками, утюжками. Это вот такая вот термозащита. У меня уже вторая баночка. До этого у меня еще была тоже листафорд белая баночка. Одна из них для того, чтобы выпрямлять волосы. Насколько я понимаю, вторая для того, чтобы завивать. В любом случае, и та, и другая очень хорошо работает, придает волосам невероятный просто блеск. Она не очень приятно пахнет. Она пахнет слишком приторно, слишком навязчиво, слишком резко. Но за тот эффект, который она дает, я готова это потерпеть. Мои волосы очень хорошо переносят любые укладки, выпрямления, завивания. Если вы в поисках термозащиты, то обязательно обратите на нее внимание. Единственное, сразу предупреждаю насчет аромата. И он слишком навязчивый. Но вот как именно защита для волос, он просто идеален. Для меня он идеален. Следующее мое очень любимое средство, это вот такой вот спрей для блеска от Кутрин. У меня вообще много достаточно средств от Кутрин, потому что у них очень приятный аромат. Он мне очень нравится. И мне нравится, как их средства работают. Они реально работают так, как и заявлено. Эту штуку я наношу в самом конце укладки. Либо если я делала какие-то такие гладкие локоны, либо если я, например, делала гладкую какую-то прическу, то я наношу сверху вот этот вот спрей для блеска. И волосы реально очень красиво блестят. Это вряд ли можно будет передать вот так вот через камеру, но в жизни это очень красиво смотрится. Плюс очень приятный аромат, который достаточно долго держится и просто как-то освежает прическу. И придает какой-то большей уверенности в том, что с прической все в порядке. Она вот до конца прям завершенная. Следующие три средства это будут сухие шампуни. Раньше я не любила сухие шампуни. И как-то мне казалось, что они пересушивают волосы. Сейчас я их спокойно и очень часто использую. Вот этот у меня все, он прям чуть-чуть шумит. Он практически закончился. Это вот такой вот сухой шампунь, который из серии, который называется «По городам». Этот именно у меня Нью-Йорк. Это сухой шампунь от Колаб. У него такой сладковатый, освежающий аромат. Из всех шампуней, которые я сейчас буду показывать, вот этот вот оставляет чуть больше вот этого белого налета. Но я его распределяю, и все в порядке, его не видно. Поэтому, наверное, у меня практически и закончился. Мне он нравится. Он придает объема, он не очень сильно сушит волосы. Хотя все они все-таки подсушивают. На постоянной основе я ими не пользуюсь, но периодически использую. Тот самый универсальный, оригинальный, классический батист, который, кстати, у меня из всех вот этих трех больше всего и стоит. Здесь тоже такой сладковатый аромат. Он лично у меня не оставляет такой вот прям белой-белой, не пленки, а белого налета. Я его наношу очень далеко, и все в порядке. И вот он больше всех подсушивает волосы, именно убирает вот этот вот какой-то жирный блеск у корней. Если мне, например, на второй день нужно обновить прическу, то я его использую. Если мне нужно просто на первый же день придать большего объема волосам, то же его использую. И вот такой сухой шампунь от Кутрин. Я его использую чаще всего именно на первый день, если мне просто хочется придать объема волосам, освежить вот этим ароматом, просто ощущать его, потому что у них свой какой-то типичный аромат, практически у всех средств Кутрин. Мне нравится его на себе ощущать, и я периодически даже на свежевымытые волосы его брызгаю, для того, чтобы немножко придать объему какой-то текстуры волосам. Из всех этих трех шампуней, мой самый все-таки любимый – это вот этот Кутрин, но самый-самый действенный все-таки Батист. Следующая штука, про которую я очень часто рассказываю, это вот такой вот воск для укладки волос. Это вот такая вот восковая штука, которую набираете на пальчики и прилизываете прически, либо если у вас короткая укладка, просто придаете какую-то форму волосам. Я на самом деле его уже не нахожу практически нигде. Я мало какие пробовала. Меня этот, в принципе, вполне себе устраивает для тех целей, чтобы пригладить вот торчащие вот здесь вот волоски при гладких прическах. Этот воск хорошо работает, он у меня держится долго до тех пор, пока я его не смою. Он не делает из волос какую-то такую водянистую слипшуюся массу волос. Просто приглаживает, немножечко склеивает, если где-то нужно, но мне очень нравится. У меня есть два вот таких вот мусса. Это такой мусс, который вот если у меня прям нужна железобетонная прическа, которая должна продержаться долго, то я использую вот этот Веллафлекс. У меня здесь экстра сильная фиксация, здесь четверочка. Я думаю, Веллу пробовали все, и вы прекрасно понимаете, какие здесь ароматы, какая здесь стойкость. Мне кажется, вообще очень большое количество укладок делают именно на эти средства. Я 100% могу все средства от Велла для укладки посоветовать, в зависимости от того, какой эффект вы хотите. Просто почитайте на баночке, что вам нужно. И вот этот вот от Матрикс, у него очень приятный такой аромат розы. И плюс вот этот бальзам, он как будто бы с каким-то увлажняющим эффектом. И когда ты делаешь уже укладку, например, наносишь на мокрые волосы, и потом, когда подсушила и делаешь локоны, например, на плойку, то они очень красиво и держат форму, и очень красиво блестят. Это дает большую фиксацию, это дает большего объема. Плюс этот невероятно вкусно, реально розами пахнет. Чайной розой. У меня вот этот аромат ассоциируется именно с чайной розой. Эта банка практически полная, я ее использовала, ну, раза 3-4, наверное. Здесь вот совсем-совсем чуть-чуть осталось, уже практически нет. Но я их, в принципе, редко использую, но у меня должны быть, вдруг мне понадобятся. Также у меня есть два вот таких вот лака. Я, по-моему, вот, может быть, даже про оба рассказывала. Вот этот вот лак Got2B Schwarzkopf я купила очень давно. Мне кажется, сколько я канал веду, столько я вам показываю вот этот лак. Это Megamania, суперобъем для сексуального объема. Пышность, форма фиксации. Я не скажу, что он прям очень сильно как-то фиксирует, но мне нравится, что если я делаю что-то объемное, я сборозну вот этим лаком, и у меня прическа становится еще более объемная. И здесь, конечно, невероятный просто аромат. Пахнет чем-то малиновым. Он сладкий, малиновый, он очень приятный. Именно, наверное, поэтому я его ничем не хочу менять, потому что он очень вкусно пахнет. Но супер какую-то фиксацию он не дает. Он больше для таких нежных, красивых, объемных причесок. И вот такой лак для волос тоже от Kutrin. У них у всех у Kutrin одинаковый аромат. Этот уже для большей фиксации, но он не дает очень сильно фиксацию, как написано здесь. Он достаточно хорошо фиксирует, немножечко склеивает, но не делает прям такие железобетонные волосы. Приятный нежный аромат. У Kutrin мне, как я уже сто раз, наверное, сказала, все ароматы нравятся. Что еще мне вот в этом нравится? Что если даже я расчешу волосы после того, как я нанесла лак, они все равно будут держать свою форму, и будут держать, если я сделала локоны, вот эти вот все свои изгибы. И это будет смотреться красиво. На этом, в принципе, все. Единственное, чего сейчас у меня нет, это текстурирующего спрея. Если можете что-то посоветовать, обязательно внизу в комментариях посоветуйте. Если вам это видео было полезно, поставьте пальчик вверх. На этом все. Всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.